А я не в курсе, я вообще ничего не знаю. Мне же они не говорят, что к чему. Продавец, узнав о том, что павильон сейчас увезут, спешно кому-то звонит и старается освободить помещение. Этот киоск на Новосадовой в списке незаконных с 2015 года. В прошлый раз владелец его вывез сам. Но недалеко и ненадолго вскоре павильон перекочевал на другую сторону улицы. Повторный демонтаж киоска неожиданностью не стал. Собственник непоколебим. Нет, незаконно ставят. Закона не получается, не дают. Деньги зарабатывать надо. Вот так же будут стоять, как все. Вы намерены вернуться потом на это же место? Планирую, да. Соседство с самовольными торговцами местным жителям надоело давно. В первую очередь из-за антисанитарии. Всю красоту, что сделают, благоустройство людям отдохнуть. Здесь один бардак. Все наши дворы превратили в туалеты общественные. А этот бардак никому не нужен. Не только я одна. Многие жители этого микрорайона против. Всего в Самаре только незаконных павильонов около 400. Их можно погрузить и вывезти. А есть еще крупногабаритные объекты. Их, прежде чем убрать, разбирают на части. Всего с начала года с городских улиц демонтировали около сотни нелегальных торговых точек. Каждая из них обошлась городу примерно в 9 тысяч рублей. Чтобы вернуть собственность, владельцы должны компенсировать затраты на вывоз и хранение. В первую очередь незаконные павильоны убирают с улиц, которые пролегают на туристическом маршруте. Я прошу всех собственников незаконных объектов потреб рынка сильно озаботиться о своей собственности и самим самостоятельно убрать незаконные объекты потреб рынка. Иначе в самое ближайшее время мы пройдемся по всем этим маршрутам и все заактированные объекты будут вывезены. Территории, где раньше располагались незаконные киоски и ларьки, планируют благоустраивать, привести в порядок газон и посадить деревья. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.